Капуста никакая. Капуста брюссельская. Брюссельская капуста. Это замечательная игра, которая описана в одной из книг Мартин Хартнера. Вообще я очень советую почитать разные книжки, в том числе Мартин Хартнера. Игра эта такая. Представьте себе, что у вас в начале есть несколько ростков. Вот один росток, вот второй. Давайте я нарисую третий и на этом остановлюсь. Две ростка для начала. А потом у меня, естественно, будет разное количество этих самых ростков. И мы с вами будем смотреть, как все зависит от количества ростков. Теперь правило игры. Вам разрешено любые два ростка соединить так, чтобы они срослись. Вот, например, продолжить это и соединить. Но обязательно поставить точку. И здесь, давайте называть это так. Это называется папа-мама, а это называется дети. Все понятно? И так нужно делать, делать и делать, пока нужно. Пожалуйста, в своих тетрадях. Я сейчас по доске буду рисовать разные картинки. Например, вот здесь вот у меня будет четыре ростка. Значит, здесь три. Наверное, вы уже догадались, что здесь у меня будет два ростка. А здесь будет один. Так, теперь смотрите, что я буду делать. Каждый раз, когда возникает новая точка, ее надо нумеровать. Просто для того, чтобы потом не запутаться с тем, сколько у нас возникло новых точек. Начну с ситуации одного ростка. Значит, смотрите. Первая точка возникла. Это уже все навсегда. Например, возникла вторая точка. Третья точка. А вообще-то все. Все. Значит, для случая одного ростка у нас... Так, давайте, формула такая. Значит, от одного ростка три новые тучки. Отлично. Теперь, например, три ростка. Когда первый... Я стараюсь работать случайным образом, для того, чтобы вам не казалось, что здесь есть... Что здесь важно, как это... В каком порядке это делается. Так, например, здесь у меня будет четыре. Так, если у меня случайно возникнет какая-то картинка, то это, что называется, непредумышленно, это не спрограммировано. Так, значит, один, два... Так, здесь нужно поставить уже какую точку? Здесь нужно поставить пятую точку. Теперь, например, я сюда ставлю шестую точку, сюда седьмую, сюда ставлю на точку восьмую. Так, нормально. Процесс пока идет бодренько и весело. Так, сюда ставится девятая точка. Ребята, пожалуйста, в тетрадях действуйте независимо от меня. То есть я в своем... Своим образом, в своем порядке. А вы, пожалуйста, делайте сами. Так, десятая. Здесь будет одиннадцатая точка. Так. Например, вот сюда пойдет, например, сюда пойдет у меня двенадцатая. Все? Или еще что-то можно? Ты попросил на машину. Так, вы мне лучше скажите, двенадцать или на самом деле есть еще? Еще один. Где? А девять и пять? Девять и пять. Очень хорошо. Спасибо, я увидел. Действительно. Двенадцать и семь. Так, стоп, 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 стоп. Вы мне лучше скажите. Это тринадцатая точка, да? Да. Так, еще вы мне советуете? Семь. Семь. А куда семь соединишь? Уже никуда не все. Семь и тринадцать. Семь. Нет, тринадцать. И тринадцать. Нет, смотрите, пересекать нельзя. То есть я, вот, этот росток, он не может пройти свой сюжет. Вот. Я думаю, что действительно больше нет. Давайте так и запишем. Эфа трех, наверное, это тринадцать. Я вообще не уверен. То есть запросто может быть, что мы где-то ошибемся. Но в любом случае сегодня мы эту задачу разберем. Поэтому давайте, давайте работать. Значит, итак. Вот вам первая точка. Вторая. Третья. Я действительно действую случайным образом, ребят. Четвертая. Пятая. Шестая. Так, ну чуть-чуть осталось. Седьмая. Восьмая. Еще можно? А? Нет. Нет. Видите или нет? Нет. Нет. Хорошо. Напишу восемь. Напишу восемь. Так. Здесь я обещал четыре. Здесь я обещал четыре изначально. Креста. Так. И давайте вот что. Я здесь вам сделаю пять. Но это будет последнее, что я сделаю. Раз, два, три, четыре, пять. Я даже больше скажу. Я даже больше скажу. Давайте. Кто у нас хочет. Ну, давайте. Значит, рассказываю. Вот кусок мела. Вот пять крестов. Вперед. Все. Трудишься. Только, пожалуйста, не забывай ставить числа. Потому что, если запутаешься, то нам все будет плохо. Я сейчас очень рисую, а потом, знаете, перерисую. Ну, надеюсь, что... Здесь очень важно, чтобы у вас сейчас у самих возникли эти картинки. Чтобы не просто я для вас нарисовал, а вы бы сами, сами все это сделали. Продолжение следует... Сейчас у меня получилось шестнадцать. Интересно, я нигде... А, проморгал. Проморгал я вот здесь вот точно. Семнадцать. Еще где-то три. Ребята. Одиннадцать. Семнадцать. Тоже все эти три? Конечно, молодец. А я не замечал. Вот так вот. Вот так называется. И это будет восемнадцать. И это будет восемнадцать. Отлично. Значит, ребят, я думаю, уже пора составлять табличку. Значит, табличка такая. Здесь пишем количество изначальных точек. Тех, которые мы не нумеруем, обратите внимание. А справа сколько добавилось точек. Так, ну, шесть мы с вами не делали. Теперь, значит, так. Три, восемь. То есть, берешь свою картинку. Для начала, когда один крест. И разными способами рисуешь, смотришь, сколько точек. Берешь следующую картинку. Потому что пока вы смотрите только на доску, мало чем лучше. И еще. Не экономьте бумагу. Кубик вам. И титатку, и две. Нельзя экономить бумагу. За счет своих мозгов. Понимаете? Сколько? Девятнадцать. Девятнадцать. Ответ не верен. Я могу сказать, почему. Потому что, смотрите, вот здесь вот у нас получилось восемнадцать. Да? Ну, не могло быть так. У нас, знаете, равномерность какая? Для трех тринадцать. Да? Для четырех у нас получилось восемнадцать. Не могу сказать. Понимаешь? Здесь... Что? Один же третий ход. Это какая точка? Двадцатая. Нет, нет, это двадцатая. Еще один двадцатая. Так. Очень хорошо. Двадцать первая. Двадцать первая. Понятно? Так. Среди них под. Двадцать первая. Двадцать вторая. Двадцать вторая. Надо писать все, что ты должен прочитать. Хорошо. Двадцать два. И двадцать третья. И двадцать третья. Да. Спасибо за это. Ребята, дело в том, что стало гораздо приятнее. Смотрите, если я напишу сюда 23, то в этой табличке видна простая стгономерность. Какая? Прибавляется 5. Прибавляется 5. Молодец. Прибавляется 5. Научное название – арифметическая прогрессия. Когда у вас выписаны числа так, что все время прибавляется одно и то же число. Видите, сколько здесь прибавляется, да? Сколько здесь прибавляется. Догадайтесь, что будет здесь. 28. 28. На самом деле действительно будет 28. И я это даже могу вам пояснить. Вот смотрите, когда мы рисовали эту вот картинку, так, надеюсь, все понимают, как здесь устроено, да? Здесь в отдельный идет эта штука. Когда мы рисовали эту картинку, здесь видите, оставался такой ростурчик. Согласны? Смотрите, что я сейчас могу сделать. Я вот к этой картинке, где 20... Так, сколько там было? 23. 23 я уже потерялся. Где она? Вот здесь, да? Да. Здесь 23. Как вы мне аккуратно писали? 23. Так вот, ребята, я сюда добавляю росток. Следующий. И смотрите, что получается. Вот эта точка будет, что называется, плюс 1, да? То есть не 2, а уже 24. Дальше у меня вот эта точка будет еще 2 добавиться, да? Дальше добавится у меня 3. Дальше у меня, у меня, у меня что может еще добавиться? 1 и 3. Да. У меня добавится 4. Так. И, между прочим, можно еще вот эту штучку соединить сюда. И у меня добавится пятая точка. Вот. Я пририсовал один крест. И дальше добавил, добавил, добавил. Получилось, что добавилось 5 нумерованных точек. Согласны? Ну, это ни в коем случае не является решением задачи Абрюссельской капусты. Объясняю почему. Когда у нас была картинка для 4 точек, для 3 точек, для 2, как я делал, я ставил сначала все разрешенные кресты, вот скажем, здесь я поставил 3, они, кстати, уже как-то исчезли, а нет, вот одна видна, вторая видна, и вот на третье, да? Вот вот эти 3 штуки изначально. И, когда речь идет о какой-то конструкции, нельзя получать ответ, скажем, для 6 точек, таким образом. Взяли конструкцию для 5 точек и к ней еще пририсовали. Дело в том, что с самого начала у нас могло быть 6 вот таких вот непронумерованных крестов, и самым хитрым образом, не обязательно вот этот вот 6 цепляется к одному отростку от предыдущей. С самого начала у нас уже по-любому. Поэтому, это хороший способ найти ответ, догадаться до ответа. То есть, я уверен, что ответ будет 28, но это не способ доказательства ответа. Вы понимаете, в принципе, можно сказать, а вдруг кто-то совсем какую-то хитрую конструкцию нарисует, и у него получится... Я на это не смогу ответить. Но, сегодня мы с вами докажем, выведем общую формулу, докажем, что именно такие ответы. Для того, чтобы это сделать, потребуется знать очень важную формулу о графах. Значит, ребята, я сейчас все-таки расскажу ее сначала, и только после того, как я ее расскажу, мы с вами двинемся дальше. Значит, называется формула Эйвера. Для каждого из этих графов мы посчитаем, сколько у него вершин, сколько у него ребер, сколько у него краник, и, соответственно, посмотрим, заполнить такую табличку. Давай табличку будем заполнять прямо вот здесь, и я буду рисовать граф, заполнять табличку, стирать в ногах. Значит, у этого вершин, очевидно, 5 штук. Ребер. Одно, второе, третье, четвертое, пятое. Тоже 5 штук. Теперь гранит. Гранит – это вот что такое, сколько кусков плоскости получается, если мы разрежем плоскость именно по этим отрезкам. А получается вот этот треугольник вырежется, и останется, если кто-то из вас делал, а сейчас они популярные, продаются такие игрушки для маленьких, значит, лист фанеры, не обязательно фанеры, на котором что-то такое прорезано, выдавливаешь, может быть, видели? И из этих элементов что-то такое складываешь в конструктор, да? Вот, домики такие бывают, ну, динозаврики, разные-разные из дерева такие бывают игрушки. Так вот, представьте себе, что это вот линия, по которой мы, по которой вот этот такой бесконечный лист фанеры, тонкий, а по этой линии у нас на заводе там напилена, продавлена, так что мы чуть-чуть нажали, и вылетаем. Грани две. 5 минус 5 плюс 2, это действительно 2. Хорошо. Следующий граф. Так, давайте считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, это 7 грошин. Продавал формула вершине плюс грани минус ребра. Ну, а мне кажется, что я именю неё и написал. А? Вы записали вершине и минус злору и грань. Понятно. То есть вы действительно считаете, что если поставить сначала плюс грани, а потом минус ребра, то от этого что-то изменится? Нет, вы просто об respite одинаково пишите. Если вы пытаетесь запомнить формулы вот так вот, в точке туда буквы, то, к сожалению, вы ни в чем не успеете вниматься. Потому что, понимаете, запоминать надо смысл, а не то, что учитель был в зеленом пиджаке с фиолетовыми ботинками, с желтными волосами. Понимаете, если вы в каждой формуле будете, так сказать, пытаться ее запомнить, нет, все-таки смысл формулы простой, что есть соотношение на вершины, ребра и грани. И вершины и грани вместе на две больше, чем ребра. А уж в каком порядке писать, минус, плюс или вершины, плюс, грани, минус, ребра, поверьте, это все равно. Да, так вот, все-таки вершины мы уже посчитали, теперь считаем ребра. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь ребер. Да, а грани опять вверх. Это и... Хорошо. Теперь возьмем следующую картинку. Возьмем следующую картинку. Это такое изображение куба на плоскости. Сколько вершин? Видно, что восемь. Восемь вершин. Сколько ребра? Четыре таких, четыре таких, четыре таких. В общем, куба 12 ребра, я и так знаю. И теперь грани. Внешняя грани. И еще разница 4-5. Всего шесть штук. Всего шесть штук. Так, ребят, давайте еще две картинки и на этом спокоимся. Так, просьба не искать в этом никаких символов. Я рисую просто, просто рисую и рисую. Так, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять вершин. Теперь ребра. Три, три, три. И еще раз три. Это 12. Тринадцать ребер. И теперь грани. Раз, два, три, четыре. И внешняя пять. Господа, опять десять минус... Тринадцать минус три плюс пять. Опять два. Так, ну и последняя картинка. Последняя картинка у меня будет вот такая. Все, на этом остановлюсь. Считаю вершины. Кстати, просьба каждому из вас нарисовать свою. Потому что пока вы смотрите на мои, вы все равно думаете, что вас обманули. И что закон верен для этих картинок, а не верит в лучшую, или веку нет. Вам, конечно, нужно самому каждому нарисовать свою. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Семь, восемь. Девять, десять, один, динат. Тогда 14. Если я не просчитался, то 14 вершин. Теперь, извините, я боюсь запутаться, поэтому буду перечеркивать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, 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 пятнадцать, шестнадцать, шестнадцать, семнадцать. Получается 17 ребер. Так, теперь крайне. Одна, вторая, третья, четвертая и внешняя пятая. Ребята, закон опять верен. 14,5 это девятнадцать, минус 17, два. Как только я ее докажу, мы сможем применить эту формулу для решения задачи апрюссельской капусты. Доказательства формулы Гейлера производятся с помощью... Тряпки. Тряпки. Давайте я возьму, покажу его на примере вот этого графа. Значит, внимание. Вот есть грань. Так, улыбка. Вот есть грань. Вот есть другая грань. Смотрите, что будет сейчас происходить. Я стираю ребро, которое эти две грани между собой разделяло. Произошло следующее. Ребер у графа стало меньше не 17, а 16. И граней стало тоже меньше. Не 5, а 4. В смысле, уходят операции? Да. Отлично. Вот эти две грани. Стираю ребро. Одно ребро исчезло. Стало 15. И грань стало 3. Так, кстати, обратите внимание. У меня это число уменьшается на единицу. И это. Но это с плюсом, а это с минусом. Кто знает, сколько будет минус 1, плюс 1? Ноль, конечно. Поэтому, если у меня была формула верна, то после этого она будет верна. Если она была не верна, то будет не верна. Так, смотрим дальше. Есть внешняя грань. Есть вот эта. Стираю любое ребро. Например, вот эта. Стало 14 ребер. И две грани. Одна и вся. Это и мировой театр. Можете представлять себе. Это как сушу, а вот это вот как мировой театр. Ну, как это. Так, стираю. Например, вот это вот ребро. Стало 13 ребер. И одна грань. Все. Грани меньше не бывает. Потому что внешняя бесконечная грань, она всегда есть. И здесь. Кстати, вот этот граф называется как? Дерево. У вас же помните. Это как называется дерево. Продолжаю работу. Стираю висячую вершину. Что при этом произошло? Стало вершин на одну меньше. И стало ребер на одно меньше. А грань по-прежнему одна. Ребята, я сейчас буду продолжать это делать. Буду по очереди, по одной вершине убирать. И при этом убирается одновременно что? Скажем, я сейчас убрал тварь и брать две вершины. Что у меня получилось? Раньше было 12, стало сколько? Десять. Здесь у меня абсолютно правая. Здесь у меня одиннадцать. И так я буду стирать, стирать и стирать. Давай. Здесь еще две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Смотрите, что у меня осталось. Осталось одно микро. Почему мы? Две вершины и одна грань. Так. Теперь самое интересное. Последнее. Стираю это микро. Я написал? Да, 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 да. Перекутал вершины. Спасибо вам. Спасибо большое. Две вершины, одно микро и одна грань. Вот так вот. Да? Вот. Стираю теперь одну вершину и одно микро и реписую. Ребята, осталась одна точка. Что такое одна точка? Это одна вершина. Ноль риопер и одна грань. Все хорошо. Вот так доказывается формула Деймера. Пожалуйста, себе в тетраде напишите. Не надо вот этот процесс, конечно. Мультику не так вы не рисуете в тетраде. А вот написать фразу. По очереди стираем сначала ребра, разделяющие грани. По очереди стираем сначала ребра, разделяющие грани. А потом висячие вершины. Кстати, как называются в тетраде висячие вершины у дерева? Листья. Молодец. Листья. Вершины степени один. Степень это количество отрезков, которые выходят из вершины. Количество ребра, которые выходят из вершины. До тех пор, пока всего графа не останется только одна точка. Ну вот, я доказал вам формулу Эймера. Теперь, для того, чтобы справиться с нашей сегодняшней темой, надо применить эту формулу Эймера. Что это? Повторяйте. Стираем по очереди ребра, разделяющие грани. Смысл такой, что когда вы стираете ребро, которое разделяло две грани с собой, например, вот это внутреннее и внешнее, то у вас реймер становится на одно меньше, но две грани объединяются в одну, поэтому грани становятся тоже на другое выше. Так вот, сначала ребра, разделяющие грани, взбитая, а потом листья. Или то же самое висячие вершины. Или то же самое вершины степени один. Да, так вот, ребят, сейчас, вооружившись формулой Эймера, к счастью, кроме этого, нам вообще ничего не понадобится. Это вот основная трудность уже сегодня у нас закончилась с вами. Мы переходим к задаче, какой? Только надо, значит, давайте смотреть, что мы будем делать. А что мы будем делать? Давайте я не буду здесь, давайте сюда, поскольку. Здесь гораздо понятнее. Значит, господа, я для этой картинки напишу, сколько вершин, сколько ребер и сколько грани. Хотя бы это, я снасовно посчитаю. Значит, так, одна вершина, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Все, восемь вершин. Восемь, восемь, восемь у меня вершин. Я прав или нет? Да. Замечательно. Сколько ребер? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Здесь нам претерегра. Нет. Все, пишем. Десять, трех. Так, теперь грани. Давайте ромать. Одна, вторая, третья и внешняя. Грани четыре. Между прочим, форму лейлера выполнена. Восемь плюс четыре, это двенадцать, минус десять, это два. Вад, мы упустили одно ребро, где вот этот треугольник. Выйди, покажи. А? Выйди, вы не упустили. Не понял. А то, что вот это одно ребро, ты понимаешь? Нет. Вот это вот. Оно уже было почти. Понял? Хорошо. Ребро графа, Это не обязательно отрезок. Оно может располагаться по плоскости в виде такой кривой линии и не перестает быть ребром. Так. Я настаиваю на том, что мы сейчас с вами, я просто вижу, что на львов понимает, мы сейчас с вами для соседней картинки все-таки тоже посчитаем, сколько же у нее вершин, сколько у нее ребер и сколько у нее грани. Ну, начну с грани. Так. Значит, одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и внешне восьмая. Восемь грани. Так. Дальше вершины считаем. Ребята, можно я так посчитаю? У меня уже пересчитаны восемь штук. Так, теперь давайте считать вот эти точки. Значит, это будет у меня девятая, да? Это будет десятая. Одиннадцатая. Двенадцатая. Тринадцатая, четырнадцатая. Еще есть? Еще шестнадцатая. Да, вот здесь вот. Пятнадцатая, шестнадцатая. Еще есть? Семнадцатая. На самом деле есть. На самом деле есть. Здесь еще семнадцатое, восемнадцатое, еще семь. Не вижу. Здесь? Нет, нормально. Семнадцатое. Есть или нет еще не пересчитанное вершение? Я уже сам запутался. Ну, хорошо, Влад. Что? Десять два. Где я не вижу? Десять два. Трудно быть. Покажете, я дошел до восемнадцати? Десять. А, спасибо. Отлично. Десять. Десять. Так, еще кто-то видит? Выйди. Выйди, покажи. Это написано номер двенадцать, а это точка номер два. А, да, кстати, да. Да, 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 да. Да, восемнадцать дошел восемнадцать. Это мы зря. Там мы было написано два. Спасибо. Так, все, поехали считать другое. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. Девятнадцать. Так, у меня получилось... Что? Я дошел до 20. Молодец. 21, 22. Отлично. 23, 24. Так, ребер 24. Ребята, с большой вероятностью так и есть, потому что, когда складываешь 18 и 8, получается 26 и 24. Значит, все. Я, по крайней мере, объяснил смысл букву ВРБГ. Объяснил? Да. Объяснил. Значит, что сейчас требуется? Применить вот эту формулу для решения вот этой задачи. Давайте же это сделаем. Для этого нужно вспомнить, какие у нас обозначения. То есть, господа, обозначения у нас такие. n – это количество изначальных данных крестиков. То есть, вот здесь вот n равнялось 1, здесь n равнялось 2, там, 3. Помните, да? Вот здесь вот была картинка, на это уже забыли все, но 5-4 была. n – это вот это вот что? Давайте я на том редакторе. n – дано в начале. Дано в начале крестов. Вот таких вот точек, из которых ты не затрёшься. Дальше. У нас есть вот это вот число s. s – появится крестов. Это то число, которое есть вот в этой вот таблице. мы с вами должны сейчас выразить эти числа v, r и g через эти числа n и f. для этого надо разглядывать наши картинки и смотреть, ну вот. Значит, господа, вот давайте такая довольно симпатичная картинка для 4. Смотрите, какие бывают вершины. Давайте просто подумаем. Какие бывают вершины? Вершины бывают на самом деле трёх типов. Вот это изначальные. Согласны? Они были в самом начале. До того, как вы начали рисовать. Сколько их штук? Ну, это здесь 4. А как обозначалось это количество у наших таблиц? n. Отлично. Пришу первую формулу. v равняется n. Но на самом деле, кроме этих начальных есть ещё больше. Есть, ребята, вот эти вот, которые пронумерованы. Сколько их штук? f. Вешу. Все эти формулы сейчас пишут. n плюс f. А на самом деле есть ещё. Кто мне покажет ещё хотя бы одну точечку? Вершину. Вперёд, вперёд. Вершину, которую я ещё не посчитал. Значит, n штук было дано в самом начале крестов. Они вот остались. Я их даже здесь так не нумировал. Пальцы, может, покажи. Вершину, которую я ещё не посчитал. Молодец. А ещё? А ещё? А ещё? Господа, скажите, пожалуйста, сколько их штук? Как это выразить? А я могу вам сказать. Видите, вот эта машина, она в своей грани сколько таких? Одна. Совершенно верно. И эта машина в своей грани конечно количество границ. В каждой грани нашего вот этого ровно одна такая вершина. Дело в том, что если бы было две, то мы должны были бы их соединить и там возникли бы новый фест. Правильно? А если ни одной, ребят, такой просто возникнуть не могло, дело в том, что в самом начале, когда у нас есть кресты, то эти решения есть в грани. А возникнут грани, посмотрите, когда у нас там есть какой-то крест от него идёт и другой там крест от него идёт, то у нас же отростки идут в обе стороны. Поэтому грань, внутри которой ничего такого отростка нету, она просто не может возникнуть в процессе нашей игры. Поняли? Есть ещё решения. Или мы уже все посчитали. все посчитали. теперь мы с вами должны считать ребра. Ну, ребята, это, если честно, вторая часть нашего занятия. И очень даже важная. Подсчёт ребер. Не всегда. Дело в том, что... Нет, я могу легко вам объяснить вам, почему не всегда. Представьте себе, что у нас есть граф, в котором, например, вершин. Тогда, может быть, в нём вообще нет ребра. Может быть, в нём одно ребра. Может быть, два, а может быть, три. Зная только количество ребра, вы не можете сказать, сколько в графе ребра. Нужна какая-то другая информация. не то. Важно, на самом деле, сколько выходит. Непонятно? Может, как-то заши не знаю, как-то не знаю, не знаю. Понятно. Ребята, вообще, в принципе, наверное, было бы хорошо даже отдельное занятие посреди этой формулы. Но если начнем про бруссельскую капусту, кстати, специально эту тему выбрал, вы не думаете, я в интернете вполне разумно объявил, что сегодня у нас тема занятия бруссельская капуста. Это не потому, что я думал, что мы за пять минут это ещё решим. Нет, я бы я понимал, что примерно так не будет. Это нормально. Сейчас я рисую вам несколько графов. Каждый раз нужно будет сказать, сколько у него ребра. А дальше нужно будет подуть одно ребро, второе, третье, четвёртое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое, десятое, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая. Так. Нормально? Да. Нормально. Так. Кто мою собачку будет обижать? Так. Это сколько у нас ребра лучше сказать? Пятнадцать. Очень хорошо. Пятнадцать ребр. Пятнадцать ребр. Так. Одно ребро, второе, третье, четвёртое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое, десятое, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая. Рыбр. А сейчас я задаю вам важный, достойно важный вопрос. Скажите, пожалуйста, что это за число? Да? Это количество, сколько из решений будет в трёх. Это количество решений. Не то. Карин, столько, сколько выходит за эти трёх. Тщательно. Кто-нибудь термин знает? Нет, по сути, вы сказали правильно. Я около каждой вершины написал, сколько из неё выходит в трёх. По сути, вы правы. Но меня такое интересует. Меня интересует нету математики слово, которое это обозначает. не знаете? Что ж, теперь будете знать. Степень вершины, пожалуйста, вершины, степень вершины графа это количество из неё выходящих рёберок. «Пожалуйста, рисуйте разные картинки». Для каждой из этих картинок проставьте такие числа. Кстати, не обязательно брать такие большие картинки, как у меня. Можете совсем маленькие. быстренько проставьте числа и как только кто-то из вас догадается, какая есть закономерность, занятие продолжится. Нужно придумать теоретку. Увидеть, какая есть связь между количеством рёбер графа и степенями вершин этого графа. Да? Вот выходящие линии это один, который подходит... У нас любой реперок, оно из любой вершины и выходит и входит. Конечно, бывают иногда так с вами ориентированные графы, когда ставят стрелочки на рёб. Но у нас сейчас ситуация простая. У нас в терминах автомобилей бывают дороги с односторонним движением, но к счастью всё-таки абсолютное большинство дорог это с каким? С двусторонним. Вот у меня сейчас все дороги с двусторонним движением. У меня все рёбра в обе стороны можно идти, они не ориентированные. Кроме клея. Нет, все рёбра у меня не ориентированные. В смысле я что здесь точку не поставил жилью. Вы на это бегаете? Нет, ребят, мне не жалко везде поставить точки, просто у меня урока, я же не могу. Если бы я в книжке, я бы, конечно, всё нарисовал, но во время занятия такие мелочи. дай. Да. Сумма степенеет, а с девизи на грани. Молодец. Бегом. Сформулируйте теорему и объясните. Сумму степеней и разделить ее 1, 1, 1, 1, 1, это 4. Вы сейчас сами замечательно выражаете. 2, 2, хорошо, вверху посчитайте, пожалуйста. 3 плюс 5, 8, плюс 2, 10, плюс 12, 12, 14. Может быть, вы имеете в виду 20, я думаю, что вы имеете в виду 20 метров, плюс 2, это 30. Точно 30. Откадайте. Что это будет не только для этих двух графов, но действительно, если посчитаете, в одном случае будет сумма 26, в другом случае будет сумма 30. Это правда. Как доказать, что это будет не только для этого графа, но и всегда? Так, во-первых, давайте теоремку пишем. Значит, итак, количество ребер графа, количество ребер в два раза больше, в два раза меньше, в два раза меньше количество ребер. Если умножить на два, то получишь сумму степеней решения. Доказать. Потому что каждая ребро посчитали в другую работу. Молодец. Раз, придите сюда. Садитесь. Молодец. Каждое ребро посчитали два раза. Представьте себе, что у нас в каждой решении сидит абридент. Что? Абридент – это местный житель. Вот мы и абридент университета. Правда, только по субботам, но пройдет сколько-то лет, надеюсь, многие из вас будут абридентами наоборот. Пять дней в неделю, а может и все шесть. Вот. Господа, в каждой вершине сидит абридент, местный житель. И каждый из них доложил. У меня один отрезок, у меня один отрезок, у меня один, у меня пять, у меня два, у меня три, у меня четыре. Все кричат. Ребята, вы понимаете, что с точки зрения, не знаю, там, системы, там, как они называют, Google, или кто там дает снимки всей Земли? С точки зрения кого-то, кто там летает на вертолете или на космическом корабле, система простая. Это ребро было посчитано и этим, и этим. Правильно? И это ребро было посчитано и этим. Каждое ребро было посчитано дваждами. Что я сделал с каждым ребром? Разделил его на две части. Каждое ребро я разделил на две части. При этом, естественно, количество удвоилось. Потому что каждое ребро превратилось в два его кусочка. Проходим. Режем каждое ребро пополам. И обнаруживаем, что количество ребер удвоилось, потому что каждая распалась на две части. Но теперь очевидно, что сумма степеней вершин равна... Чему равна? Удвоенному числу ребро. Так? Так. Нам осталось чуть-чуть для решения задачи. Нужно применить то, что мы сейчас выучили на этой картинке. Для этого мы должны посмотреть на ситуацию для двух трех. Скажите, пожалуйста, какие здесь степень вершин? Четыре. Четыре. Довольно многих. А еще? Что? Четыре. Четыре. А еще один. Бывают вершины, у которых степень не четыре и не один. А? Не бывает. Отлично. Значит, сейчас вот эту теорему, вот это утверждение, что удвоенное количество ребер. Так. Я напишу. Пишу. Удвоенное количество ребер. Так. Н. Вы помните? Н это первоначальные узлы. Скажите, пожалуйста, по сколько ребер выходят из каждого первоначального узла? По четыре. Значит, я сюда пишу четыре Н. Так. Вновь добавленные, вот эти вот пронумерованные, у них степени чему равны? Четыре. Четыре. Чего? Четыре Ф. Тоже правильно. Так. А вот эти? Это вершины какой степени? Один. В вершиной степени один. Значит, я сюда что прибавляю? Г. Ребята, у меня, заметьте, возникли следующие три. Уравнения. Формула Рейкера. Формула Рейкера. Формула Рейкера. Формула Рейкера. Формула для числа решений. И формула для удвоенного количества ребер. Формула для угловой ника сiren, из цепени 4, соответственно, как ты же разжевыли из этой системы уравнений, помимо через три-вовules н, то есть эти GM постройки. Что бы в режиме? Мitten всего этоusta сделают. неприятность. Неприятность состоит в следующем. Заметьте, букв у меня три, это правда. В, Р и Г. Но уравнений у меня, к моему ужасу, тоже три. Поэтому у меня есть некая неприятность. Она состоит в том, что... Я сказал вам, что уравнений больше не понадобится. Это не правда. Мне не хватает уравнений. У меня, к сожалению, откровенно не хватает уравнений. Значит у меня уравнений, к сожалению, явно не хватает. То есть я, конечно, сейчас могу там истребить букву Г, это пожалуйста. Но одно уравнение это уйдет. Я могу истребить букву В, но одно уравнение уйдет. И с ужасом обнаружил бы, что у меня после этого не хватает вам мнений. Какую-то часть задачи мы не заметили. Думайте. Мы в своей картинке посчитаем, сколько границ. И мы с вами таким образом все-таки решим задачу. Нам осталось, что мы-то почти весь кур прошли. У вас простое замечание, но без него никак. И нам нужна еще одна форма. Считаете. Есть картинка для трех, есть картинка для четырех. На каждой картинке считаете, сколько там границ. И скажите мне ответ. Я это наизусть знаю. Поэтому, если правильность, то правильность, то неправильность. Скоро? Неверно. Да. Тоже неверно. На своей картинке. Восемь. Восемь это было, когда два креста есть вначале. Это правильный ответ. Восемь. Шестнадцать. Там, где три или там, где четыре? Там, где три, шестнадцать границ. Это неверно. В четыре, у нас где шестнадцать? Не в четыре, у тебя в четырех. Да. В четырех шестнадцать. В четырех шестнадцать. Наконец-то произнес правильный ответ. На этой картинке действительно шестнадцать границ. Осталось там посчитать. Двенадцать. Посчитал? Честно? Давайте же я для всех покажу. Первая грань, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. Десятая, одиннадцатая, внешняя грань двенадцатая. Есть, которую я пропустил? Нет? Смотрите, покажи, какая лишняя. О, молодец! Дело в том, что я на самом деле должен написать 7 сюда. Спасибо. Естественно, я здесь ошибся. Надо было 7 сюда. Теперь правильно. А теперь догадайтесь. 5, 4, 8, 12 и 16. Дальше. Какая стеномера? Сколько мы число христов умножаем на 4? Все. Молодец. Количество изначально данных христов мы умножаем на 4. граней. Это 4 умножить на n. Ну, теперь вопрос. Почему? Ответ. А потому что, когда у нас была изначальная картинка. вот давайте-ка для 4 христов. Господа, у нас вот эти штуки ровно в количестве 4r присутствовали. Ровно в количестве 4r. Смотрите, что происходит, когда они объединяются. Казалось бы, две такие штуки погибли. Неправда. Возникают опять. Во время наших операций количество вот этих вот висячих точек не меняется. Если оно в начале было 4n, то оно так навсегда и останется. А вот теперь, ребята, у нас 4 уравнения. Это означает, что мы действительно можем сейчас избавиться от трех букв. От букв V, R и G. И мы получим формулу. И таким образом мы действительно полностью решим задачу. Это называется метод исключения Гаусса. Очень важный метод. Пожалуйста, пишите. Метод исключения неизвестных. Метод исключения неизвестных. Состоит от следующего. У меня сейчас 4 уравнения. Я буду их переписывать каждый раз, уменьшая количество неизвестных. Это означает... Вот что, смотрите. Вот, например, у меня есть G это 4n. Отлично. У меня есть V это n плюс F плюс G. Замечательно. Так вот, я больше не буду писать эти два уравнения. А оставшиеся два я перепишу. Работаем. 2F это 4m плюс 4f плюс 4n. Вот так. Все. Буквы G у меня здесь уже нет. Я переписал вот это вот соотношение. Теперь переписываю это. Вместо V я пишу n плюс F. Так. Вместо G я пишу 4n. Отлично. Букву V написал. Дальше. Минус F. Пишу минус F. Плюс G. G. Пишу плюс G. У меня 4n. Равняется 2. Ребята, посмотрите, что произошло. У меня уже не 4 уравнения. Уравнение только 2. Это появилось отсюда. Это появилось отсюда. Значит, обратите внимание. Вот это вот. Это в точности буква V. Вот это вот. Это в точности G. Ну и это тоже G на самом деле. 4n. Получились 2 уравнения. Осталось до завершения работы совсем чуть-чуть. Я должен избавиться от буквы R. Для этого верхнее делю пополам. Пишу R это 2n плюс 2f плюс 2n. Написал. И теперь сюда подставляю вместо F. n плюс F плюс 4n минус. Так. Минус R это вот эта радость. Минус 2n минус 2f минус 2n. Это я написал минус R. Плюс 4n равняется 2. Так. Я боюсь, что многие успевают. Поэтому вообще не нужно время. Значит, повторяю, что делается. Была система из 4 уравнений. В ней были буквы V, R, G. Я 2 уравнения оставил для того, чтобы они выражали V, G. А остальные переписал, чтобы там вообще не было буквы V, G. Вот эти уравнения используются, чтобы исключить. Метод исключения. И уравнений стало меньше. Всего 2. Верхний разделил на 2 обе части. И вместо буквы R подставил нижний. Получилась длинная-длинная страшная строчка. Но ничего. Я с ней сейчас разберусь. Так. N и 5. 4n это сколько? 5n. Я сам ответ сказал. 5n минус 2n. 3n минус 2n. n плюс 4n. 5n. 5n. Отлично. Пишу. Пишу. 5n. 5n. Теперь. f и минус 2f. Это что? Минус f. Замечательно. И равно это чему? 2. Ну что, господа. Надо теперь f перенести сюда, будет с плюсом. Твойку перенести сюда, будет с минусом. И мы получим окончательный ответ. f это 5n минус 2. У меня там где-то была табличка. Я сейчас должен туда пойти и проверить, посмотреть, действительно ли все так на самом деле обстоит. Значит, формула, которую нужно проверить, выглядит следующим образом. 5n минус 2. 5 умножить на 1 это 5 минус 2 это 3. 5 ию 2 минус 2 больше. 5 ию 3 минус 2 больше. 5 ию 4. Работа. Значит, мы полностью справились с темой сегодняшней нашей работы. 5 июля. 4 июля.